В одном из цехов Котлас-Полимера все эти отходы загружаются в агломератор, где они превращаются в крошку, затем в гранулы. А уж из них можно сотворить все, что угодно. Заглушки для мебели, ручки для посуды, колпачки для детских площадок, различные декоративные элементы и даже столики для кормления. Подавление подается в пресс-форму, формы образующие, дополняются и выполняют вот такой колпачок. Пресс-формы, которые вставляются в литейные станки и являются лекалом для различных пластмассовых изделий, в Котлас-Полимере также вытачивают сами. Сейчас, конечно, непонятно. Это будет заглушка 133 размера. Она используется в детских дворах, вот эти городки, знаете, там вот столбы заглушают вот этими заглушками. А появился Котлас-Полимер 20 лет назад. Бывшие работники Котласского электромеханического завода установили на этих площадях пару-тройку станков. Сейчас их 16. И начали из бросового материала производить, как оказалось, очень востребованную продукцию. Нынче клиенты компаний есть во всех уголках страны. Например, эти колпачки делают по заказу из Санкт-Петербурга. В Котлас-Полимере трудятся более 50 человек, почти 80% коллектива – старожилы. Например, Николай Черных работает здесь около 15 лет. Людей держит зарплата. У нас стабильное предприятие больше 20 лет уже. Никуда люди держатся, они никуда не идут. Ну и, конечно, условия труда играют большую роль. Сейчас почти любое производство автоматизировано. Казалось бы, все просто. Нажал на кнопку – получил результат. Но производственный цех – это не уютный офис и даже не торговый зал. Есть шумы, вибрация, специфический запах. Руководство Котлас-Полимер всячески старается сгладить эти острые углы. У нас приняты все меры для того, чтобы минимизировать влияние опасных вредных производственных факторов на работников. То есть спецодежда выдается, средства индивидуальной защиты выдаются. Вот, моющие, смывающие средства, конечно. Ну, естественно, естественно, инструктажи, проверки знаний, обучение, консультации какие-то. Работа ведется регулярно. Ну, главное, руки никуда в двигающие элементы не пихать. А так все нормально. Производственный инструктаж бывает нескольких видов при поступлении на работу. Ежеквартальный. Ну и, конечно, ежедневно. Прежде чем приступить к работе, от каждого сотрудника требуют выполнить элементарные правила для собственной безопасности. Проверить освещенность рабочего места, целостность проводов, вилок, розеток, защитные ограждения. Кроме того, большое внимание в Котлас-Полимере уделяют обучению первой медицинской помощи. Здесь не скрывают травмы у работников иногда бывали. Но за 20 лет эти случаи единичны, причем ни одного серьезного происшествия допущено не было.